Здравствуйте, я Валерий Седов. А я Спирин Андрей, ученик 55-й школы города Рязань. И неделю назад я взошел на вершину Эльбруса. Это городские встречи. Андрей, расскажи, как ты покорил Эльбрус? Я до этого момента находился две недели в альплагере Джандуган. Это соседняя долина, называется Адылсу. После двух недель это были скалы, скалолазные. Ни слова об альпинизме, маленькие выходы, не более. Я на такси переехал на поляну Азао. Высота 2000 метров, 300 метров. Потом мы в тот же день не стали останавливаться в отеле. Поднялись на фуникулёре на 3800. Оттуда с вещами поднялись на 4060 метров. Это приют 11. В приюте 11 оставили вещи. И в тот же день поднялись на 4750 в верхнюю скалу пастуховую. И спустились обратно в приют 11. Это был акклиматизационный выход. На следующий день был день отдыха. Мы весь день валялись, ничего не делали. Просто отдыхали. И познакомились с мужчиной, со Стасом. Он пошёл с нами на следующий день. На следующий день мы планировали дойти, до сколько дойдём. И идём, идём легко, и так и дошли до вершины. Хорошо, в порядке. Ты восхождение длиною в несколько часов описал, как идём, идём, идём. Какие сложности были? Там же и падала у вас сатурация. И несмотря на то, что был снег, у тебя лицо обгорело. Вот расскажи, с чем столкнулись? Что вот это скрывается за этим? Идём, идём, идём. Ну, в прошлом году была неудачная попытка. Развернулись на 5100 метров от того, что сатурация в крови опустилась меньше 70. На плоскости на земле это уже показания к ИВЛ, искусственной вентиляции лёгких. Поэтому мы остановились, чтобы уже не гробить себя, спустились. Ну, в этом году шли, и самочувствие было лучше. Да, солнце обгорело, у меня всё лицо целиком облезло. Но сейчас уже так мало видно. На 5100, где в прошлый раз пришлось развернуться, у меня была сатурация от 71 до 74 колебалась. Ну, а так дальше уже не измерял. Пульсоксиметр уже меньше 70, он не измеряет. Но самочувствие было хорошее, поэтому зачем спускаться? Пошли дальше. В кошках специальные железные обувники на ботинке. Поэтому не проскальзывают ноги, ничего. Но единственная вот сложность, ратраки, это что-то типа вездехода трактора. Они завозят туристов на вершину. Это нечестный альпинизм. Просто вот они завозят их сразу и своими большими вот этими... Они шкурят ледник, и поэтому там местье из-под снега. Когда снег стаивает, чистый ледник, лёд, они каждый раз снимают по 7 сантиметров самого ледника. И поэтому это большой вред Эльбруса наносит. И грязь, и мусор, и дизель, и вот это всё. Вот ты оказался на вершине. Что ты почувствовал, наконец, покорив его? Потому что это была не первая попытка. Как ты сам сказал, что почувствовал стоя там? С освобождением на Эльбрус. Большую радость. Наконец-то вторая попытка, что мне придётся в третий раз ехать. Что не надо опять занимать мысли. Можно новые мечты открывать. Сейчас уже всё. Победа. Давай на такой высоте поговорим с тобой о тренировках. Как ты тренируешься? Я тренируюсь 3 раза в неделю на Скалолру Мегикон. Это здесь в Рязани, высоковольтное. Это занятие по 2 часа у нас для ЦЭП. 2 дня в неделю у нас идёт болдеринг без страховки. Это вон там. И один день в неделю – это здесь на страховке трудности. Ну вот расскажи, всё-таки Эльбрус ты покорял не вот так, как мы с тобой висим. Помимо вот таких тренировок, у тебя есть ещё какие-то? С 8 лет я хожу в горы, на разные вершины. Это и есть, наверное, тренировки. И подготовка ГТО каждый год. Новый сезон. Мы говорили с твоим тренером. Она сказала, что очень важно, помимо того, что физическая подготовка, ну ты сказал, что всё прошло очень легко, очень важно и морально. То есть нужно ведь как-то себя было настраивать, что вот сейчас идём, что мы не свернём, мы не повернём, я не дам себе слабину. Как ты себя настраивал? Или таких мыслей даже не было? Я лично, когда хожу в горы, если там что-то несложный маршрут, а нудное, что-то идти долго-долго, Эльбрус-то у него техническая сложность один. А самое первое, там просто идти, только седловина на вершину, там пробита верёвка. Но верёвка пробита очень неудобно, снизу её вообще не трогать, просто мимо проходить. То просто думаешь о чём-то там, абсолютно другие мысли, просто так, чтобы занять себя, а то скучно. 14 часов идти. Вы ведь поднимались не вдвоём с отцом, правильно? Я понимаю, ты сказал, что вы встретили ещё одного человека, вышли втроём. Что это за человек, которого вы встретили? Что с ним связано за интересная история? Я с ним просто играл в карты, как-то заговорились, и он стал рассказывать про свою жизнь. Он кандидат в мастера спорта по гимнастике, он живёт в Калуге, зовут Стас. Такой хороший парень, и он вот сказал, что давайте... У него был напарник, дедушка 60-летний, но дедушка сдулся на 3-500, отставил его, и он в одиночку дошёл до верха в поисках напарника. И присоединился к нашему двойке, который стал тройкой, и мы взошли. Не знаю, как-то там вас благодарил, как-то там его радость, можешь рассказать от восхождения? Он очень радовался, он владеет акробатическим клубом и вот таким вот маленьким скалодромом, болдерингом, без страховки. Он очень радовался, поднял флаг своего скалодрома, акробатического центра, всем передавал привет, и он первый раз в горах, поэтому он всё у нас спрашивал, как-то шёл с нами. Важен также и спуск, как спускались. Больше количество альпинистов гибнет именно на спуске, это как бы сложнее. Но на лёгких маршрутах просто идёшь по тропеньке вот на Альбрусе, просто, ну просто как обычно, спускаешься по лестнице вот так. Кто с тобой вот на этом фото? Кто это? Это очень известный альпинист, просто ас своего дела, у него уровень заслуженного мастера спорта. Это Абдул Халим Альмезович, он восходил два раза на Эверест, высшую точку земли. Он герой Балкарии, один из самых уважаемых людей в долине при Эльбрусе. И он тебе вручил сертификат о восхождении на Эльбрус? Да, он, у него должность, он глава федерации альпинизма Кабардино-Балкария. Это, я так понимаю, тот самый сертификат, который тебе вручили, вот расскажи, покажи нам. Да, это тот самый сертификат, который мне подарил Абдул Халим Альмезов. Ну вот так вот он выглядит. Мы восходили без гида, поэтому папу записали как гида. Он раздает эти сертификаты в кафе Купол. Это в деревушке соседней Сазао, называется Терскол, 5 километров и ниже, на 200 или на 300 метров ниже Азао. Вот так. И вот в этом кафе он и выдает такие сертификаты. У нас на этом столе еще часть от твоего снаряжения. Вот это, я так понимаю, кошки. Расскажи, они всегда на тебе были? Для чего они? Ну, Эльбрус, достаточно снежная гора. Там уже, начиная с фуникулера 3800, уже требуются такие вот кошки под ботинки. Для того, чтобы не соскальзывать по льду и снегу. Ботинки специальные для кошек. Вот у них есть ранты. Это автоматические кошки, на самом деле. Они под эти ранты рассчитаны. Если обычные ботинки, то кошки имеют с двух сторон мягкие пластмассовые набалдашники, которые просто веревкой прикрепляются и все. Что это за страшное устройство такое? Это ледоруб. Этот ледоруб технический. Он имеет маленький изгиб. Для того, чтобы втыкать сразу двумя поверхностями вот так и задерживаться, не падая. Есть еще ледовые инструменты. Они совсем изогнуты вот так. Но они для вертикальных ледяных стен. А как ты с помощью него поднимался или спускался? То есть здесь совсем небольшая веревка. Как это работает? Веревка надевается на руку, чтобы он не спадал. И с одной стороны идет палка, чтобы не падать. А второй ледоруб в стену. Но это уже было на финальной части с седловины на вершину. Как бы втыкаться в стену вот эту вот выше, там большой наклон, чтобы не соскальзывать, не падать. В 10 лет ты погорел гору Треглав. В Юлийских Альпах это высшая точка Югославии. В 12 у тебя Глосс Глокнер. Надеюсь, правильно произношу. Глосс Глокнер. В Восточных Альпах высшая точка Австрии. Сейчас Эльбрус. Ты покоряешь высшие точки или как ты выбираешь вершины для покорения? На самом деле моя цель это Снежный Барс России. Это 10 вершин. Самая низкая Белуха 4500 с лишним. Самый высший Эльбрус. Их 10 вершин. Разные категории сложности. Вплоть до 5Б. Максимальная сложность это 6Б в альпинизме. Это очень сложно. Это уже мастер спорта, кандидат в мастера спорта. Такой уровень. Ну вот это вот Аканкагу, пик Ленина, пик Коммунизма, пик Победы, Семитысячники. Ну вот такие вот цели реализуемые, которые реально. А у тебя сейчас получается 3 из 10 вершин или есть еще какие-то, о которых я не назвал? Из Снежного Барса. Нет, одна. Потому что остальные не за границей. А так следующий Казбек собираюсь. Это как раз в 2 года ты покоряешь? То есть она будет в 16 лет или на Казбек ты собираешься быстрее? Нет, в 15. Этим летом вот Казбек и если время будет, еще куда-нибудь там. Какая сложность Казбека? Он не сильно сложнее Лебруса. Техническая сложность, вот как я думаю, ну это не точно. 1Б, 2А, где-то так. Ну несложный. Ну еще у нас здесь есть флаг. Я так понимаю, это когда одни носят свои флаги, ты носишь вот этот флаг, ты его развиваешь на вершине. Что это за флаг? Это флаг моей 55-й школы в Рязани, в которой я учусь. И он над каждой из трех вершин, на которых ты побывал, он развивался? Да. И здесь я ставлю печать этих вершин. Вот эта печать Альмезова. И здесь его подпись. А какие другие печати? Можешь рассказать о них? Это печать Гроссглокнера из Австрии. А остальные печати, наверное, стерлись или как, их не видно совершенно уже. А как школа относится к тому, что вот их флаг становится все более разноцветный, синий и развивается уже над разными вершинами? Ну, хвалят, поздравляют, интересуются, поддерживают. У меня очень хорошая школа, хороший коллектив. Все радуются, все переживают так, желают удачи. А школа знает о твоих планах на Казбек? Я провожу каждый год классный час, наподобие, ну, что-то открытого урока, по которому я рассказываю про свое восхождение этим летом. В этом году я еще не успел провести. Вот когда проведу, тогда всем узнают следующий план и следующую цель. Ну, возможно, они из передачи узнают немного раньше, чем опередим мы твой сюрприз. Есть ли у тебя планы в дальнейшем, может быть, покорять вершины именно таким способом? Да, я хочу сложные маршруты проходить технически. Хотелось бы что-нибудь такое сложное пройти. У тебя есть какой-то разряд по альпинизму уже или... К сожалению, в России нельзя получить разряд до 16 лет, вообще никак, поэтому нет. А какие-то спортивные разряды вообще или тоже? Ну, у меня... Ну, у меня спортивные разряды есть, а так в спорте, в спорте. Значок альпинизм России есть, мне его выдали. Ну, я член Федерации альпинизма России и Австрии. В Австрии тоже удалось присоединиться. И такой вопрос, почему горы? Красиво, хорошо, романтично, классно. Андрей, спасибо, что стал сегодня гостем нашей передачи, ответил на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире.